МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Сегодня в мире отмечается Международный день защиты детей. Решение о его проведении приняли в 1925 году в Женеве на всемирной конференции, которая была посвящена вопросам благополучия детей. Путь к достижению устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа лежит через всеобъемлющий мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил журналистом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на полях многонациональных учений ФС-2024. В ШУШе завершилось седьмое заседание министров образования и Организации тюркских государств и заседание ученого совета Тюркской академии. Правительство Венгрии хочет помешать Европе вступить в войну с Россией и знает, как это сделать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих официальных страницах в социальных сетях публикацией по случаю 1 июня – Международного дня защиты детей. Сегодня Международный день защиты детей отмечается и в Азербайджане. Одни из самых важных праздников направлены не только на решение детских проблем, но и на то, чтобы будущие поколения росли сильными и здоровыми. Занятия спортом здесь играют особую роль. О том, как важно прививать детям любовь к спорту, расскажет Жаля Гусейнова. В здоровом теле – здоровый дух. Эту известную поговорку знает каждый из нас. Основу здорового образа жизни составляют регулярные физические нагрузки. Гасан и Гусейн Тагиевы занимаются греко-римской борьбой с ранних лет. Любовь к спорту им привил их отец. Сегодня этот вид единоборства стал неотъемлемой частью их жизни. Ещё с детства в вопросе выбора спорта мне поддержку оказал мой отец. Он знакомил меня со всеми видами спорта, но я остановил свой выбор на греко-римской борьбе. Я с пяти лет занимаюсь борьбой. Люблю наблюдать за соревнованиями профессиональных азербайджанских борцов Фарида Мансурова та Олега Мамедова. Это помогает мне получать ещё большее вдохновение. Я занимаюсь этим видом спорта с 2019 года. Принимал участие во многих соревнованиях международного значения. В некоторых из них занимал призовые места. Заниматься греко-римской борьбой я начал благодаря моему отцу. Несмотря на большой выбор, мы с братом выбрали именно этот вид спорта. Со следующего года я буду принимать участие в республиканском соревновании, а там уже дальше, надеюсь, доберусь и до европейского чемпионата. Сегодня греко-римская борьба – это современное боевое искусство. Задача спортсмена состоит в том, чтобы вывести противника из равновесия и прижать лопатками к полу. Занятия подобными видами спорта развивают силу, выносливость, закаляют характер, способствуют гармоничному развитию ребёнка. Сегодня для детей в Азербайджане есть хорошие возможности для выбора спорта – футбол, волейбол, танцы, хоккей, гимнастика, единоборство. Когда я начал ходить на занятия единоборством, очень уставал. У меня болело всё тело. Мама пыталась отговорить меня от занятий этим видом спорта. Но я всё равно приходил. Я люблю смотреть фильмы про греко-римскую борьбу. Но больше всего я вдохновляюсь, когда смотрю соревнования с участием наших борцов. Все дети, которые приходят сюда, как с этого, так и с других районов столицы, проявляют большой интерес к этому виду спорта. У нас занимаются около 50 детей. В этом году мы участвовали в региональных соревнованиях. В прошлом году в Ахджабяди заняли первое место. Три наших спортсмена квалифицированы на республиканское соревнование. И в следующем месяце мы будем там участвовать. Если они будут так продолжать, я верю, что в будущем наши дети станут титулованными спортсменами с мировыми именами. Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Это не только весёлый праздник для самих детей. Это также напоминание обществу о необходимости соблюдать и защищать их права. В Азербайджане около 29% населения составляют дети и подростки до 18 лет. Основу политики, связанной с защитой прав детей в Азербайджане, заложив общенациональный лидер Гейдар Алиев. Традиции великого лидера сегодня успешно продолжаются президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Жаля Гусейновара, Мизмиришли, Сибиси. Путь к достижению устойчивого мира и безопасности в регионе Южного Кавказа лежит через всеобъемлющий мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил журналистом министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер на полях многонациональных учений ФС-2024. Он также подчеркнул, что Турция приветствует искренние усилия сторон в мирном процессе. Гюлер сослался на высказывание турецкого лидера Реджепа Таипа Эрдугана о том, что нельзя упустить сложившуюся историческую возможность для достижения мира. Также глава оборонного ведомства приветствовал последние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, это правильно как для Армении, так и для армянского общества. Освобожденные территории Азербайджана восстанавливаются стремительными темпами. Из пепла возрождаются в том числе села Агдамского района. На первом этапе туда планируется вернуть 605 семей. На территории населенных пунктов также построят ряд предприятий. Жизнь в селах Агдамского района вновь собьет ключом. В ближайшем будущем на родные земли вернутся уроженцы Тагибейли, Гюлюджа, Немерли и Шотланлы. На первом этапе туда будут возвращены 605 семей. Фундаменты этих восстанавливаемых сёл заложил президент Ильхам Алиф во время поездки на освобождённые территории 28 мая в День независимости Азербайджана. Около 4000 человек планируется переселить в Тагибейли. Поселение на этой земле появилось ещё в середине XIX века. До армянской оккупации там официально было зарегистрировано 725 семей. Основным занятием населения было земледелие, виноградарство, коконоводство и животноводство. В селе будет построено 885 частных домов. Проектируемая площадь на первом этапе составляет чуть больше 78 гектаров. Сюда планируется переселить 108 семей. Кроме того, в селе будут построены здания школы на 264 ученика, детский сад на 80 мест, медпункт, библиотека, гостевой дом, торговый центр, спортивно-здоровительный центр, административное здание, объект бытового обслуживания, ремесленная мастерская, сельская площадь, площадь флага, парк, пожарное депо, котельное, водохранилище, спортивная площадка, 35-киловольтная распределительная установка и рыночный комплекс. Жизнь вернётся и в село Гюлюджа. До Первой Карабахской войны там проживало свыше 4000 человек. В селе имелись завод по переработке винограда, машино-тракторный парк, животноводческая ферма, виноградные плантации и многое другое. В селе будут созданы ряд новых предприятий. Среди них предприятия по ремонту, сельскохозяйственные техники и машин, пункты по заготовке коконов и разведению гусениц шелкопряда, завод по переработке винограда. Кроме того, будут построены участки по производству ковров, рабочей одежды, деревянной тары и мастерская по изготовлению керамических изделий и сувениров. В этом селе, которое будет состоять из территории сёл Гюлюджа и Илхычилар, предусматривается построить 1042 частных дома. Проектируемая на первом этапе территория составит 225 гектаров. Сюда планируется переселить 113 семей. Из 113 домов, которые будут построены в селе на первом этапе, 22 будут двухкомнатными, 57 – трёхкомнатными, 28 – четырёхкомнатными и 6 – пятикомнатными. Кроме того, в селе будут построены торговый центр, рынок, спортивно-оздоровительный центр, административное здание, пожарное депо. Будет и своя площадь флага. Сёла Немерли и Шотланлы также возродятся из пепла. Туда планируется переселить 3036 и 3000 человек соответственно. Во время армянской оккупации в этих сёлах были созданы фортификационные укрепления и наблюдательные пункты. Некоторые из них будут сохранены как музейные экспонаты, отражающие агрессивную политику Армении. Сегодня в селе Малый Бей Лачинского района был заложен фундамент одноимённый «Малый ГЭС». Станцию планируется построить по европейским и китайским технологиям на реке Забух. Подробнее об этом расскажет моя коллега Нармина Ханбабаева, которая посетила Лачин вместе с нашей съёмочной группой. Как известно, одним из ключевых направлений развития сектора возобновляемых источников энергии обеспечено превращение освобождённых от оккупации территорий в зоны зелёной энергии. И, конечно же, не менее перспективным является освоение гидропотенциала этих территорий. И в соответствии со стратегией зелёной энергетики в Лачинском районе создаются и уже созданы гидроэлектростанции, причём важная роль отводится строительству малых ГЭС. Так, сегодня в рамках проекта, первого проекта эксплуатации пяти малых ГЭС в Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента малой гидроэлектростанции «Малый Байли». В мероприятии приняли участие заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов, специальный представитель президента Азербайджана в Лачинском районе Масим Мамедов, а также представителем инвестиционных компаний из Турции, представители профильных структур Министерства экономики. Это первый совместный проект ГЭС на освобождённых территориях совместно с частным сектором. И вот в эксплуатацию станции «Малый Байли» обеспечит электроэнергией около 7 тысяч домов. Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов монатов. В целом, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию 5 станций общей мощностью почти 14 мегаватт. Срок службы станций составляет 30 лет. Реализация проекта позволит создать 25 новых рабочих мест. На первом этапе проекта на реке Забух на территории Лачинского района планируется строительство ГЭС «Малый Байли». На втором этапе начнётся строительство таких гидроэлектростанций, как Галаджа-1, Галаджа-2, Минкент. А на третьем этапе предусматривается строительство «Малый ГЭС «Тар-Тар-1» в Кельбаджарском районе общей мощностью почти 4,5 мегаватт. Также всего в Лачине введены в эксплуатацию такие гидроэлектростанции, как Мишни, Гюлябирд, Алхаслы, СУС. В начале мая президент Ильхам Алиев принял участие в открытии таких малых гидроэлектростанций Забух и Гаргышлаг. Наша съёмочная группа ранее также побывала на этих гидроэлектростанциях. И ещё раз хочу напомнить, что потенциал производства электроэнергии на этих гидроэлектростанциях составляет 11,12 и 8,9 млн кВт-часов зелёной энергии соответственно. Врабатываемая электроэнергия передаётся в энергосистему страны, также она расходуется на внутренние потребности Лачинского района. Отмечу, что согласно данным Азерэнерджи в текущем году будут введены в эксплуатацию ещё 12 малых ГЭС, а в целом в регионе будет функционировать 72 малые гидроэлектростанции общей мощностью 467 мегаватт. В целом говоря, развитие гидроэнергетики в Карабахе и в Восточном Зангизуре тут в основном речь идёт о деривационных ГЭС и приплатинных гидроузлах. И только в Губадлинском, Лачинском и Кельбаджарском горных районах имеется возможность строительства и реставрации 45 малых гидроэлектростанций общей мощностью свыше 240 мегаватт. И в заключение я бы хотела отметить, что в этом году, который объявлен Годом Солидарности во имя Зелёного Мира, и когда будет проведено мероприятие КОП-29, планируют создать в эксплуатацию в целом в стране 32 гидроэлектростанции общей мощностью 270 мегаватт. И на этих станциях в течение года будет производиться свыше 600 миллионов киловатт-часов зелёной энергии, а это означает экономию свыше 160 миллионов кубометров природного газа и сокращение объёма, выбрасываемого в атмосферу углекислого газа более чем на 330 тысяч тонн. Между тем, в Шуше прошёл Международный фестиваль детского творчества при поддержке Министерства науки и образования Азербайджана. В мероприятии приняли участие известные деятели искусств из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Венгрии. Кроме того, состоялось восьмое заседание министров образования стран ОТГ и седьмое заседание учёного совета Тюркской академии. Цель проведения фестиваля – ознакомить молодое поколение с культурой, традициями Азербайджана, живописной красотой города Шуша, его природы, а также помочь юным участникам узнать больше об истории, культуре, национальных обычаях и традициях народов других тюркоязычных стран. Азербайджан. Это мой уже второй визит в Шуша. Я приехала сюда, чтобы петь. Петь я буду песню «Эй, Азербайджанэм». Тут много людей из разных стран. Все очень понравилось, думаю, красота этого города. Мне тоже лично очень понравилось. Тут очень много красивых детей, которые приехали из Туркменистана и разных стран. Тем временем в городе также состоялось восьмое заседание министров образования Организации Тюркских государств. Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амрулаев, выступая на заседании, отметил, что достижения ОТГ за короткий период вызывают восхищение. По его словам, при поддержке тюркоязычных стран на освобожденных территориях за короткие сроки были построены учебные заведения, что можно расценивать как символ дружбы и братства между тюркскими народами. Министр подчеркнул, что основой устойчивого и здорового сотрудничества между тюркоязычными странами является молодежь. И обмен студентами общеобразовательных учреждений в рамках ОТГ создаст для школьников возможности для познания общей истории, культуры и традиций тюркских народов. Шушенское реальное училище является крупнейшим историческим памятником города Шуша. Здесь ведутся реставрационные работы, которые сложно прогнозировать. В сентябре 2026 года планируется начать обучение. Здесь в основном планируется преподавать специальности, связанные с искусством и культурой. Это училище будет учебным заведением на уровне вуза и среднего специального учебного заведения. Там будет осуществляться подготовка кадров. Все учебные заведения в Шуше, в том числе и это, будут в той или иной форме иметь связь с Карабахским университетом. Оно может функционировать в форме филиала или колледжа. Страны организации тюркских государств планируют создать единое ведомство, отвечающее за сотрудничество между вузами. Об этом заявил председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар в рамках 8-го заседания министров образования ОТГ в Шуше. По его словам, было выдвинуто предложение создать единую академическую базу данных стран-членов ОТГ. Представители организации тюркских государств поддержали реализацию данных идей. Это мероприятие, можем сказать, организовывается благодаря политической воле наших президентов. И в последнее время наши отношения, особенно в области высшего образования, науки, они поднялись на высокий уровень. Мы сегодня доказали это, потому что по итогам совместной деятельности уже в Узбекистане функционирует один филиал Турецкого университета экономики и предпринимательства. А также в Бухарской области у нас имеется медицинская факультет турецкого вуза. Помимо собрания министров образования стран ОТГ в Шуше прошло седьмое заседание ученого совета Тюркской академии. В ходе мероприятия президент этого учреждения Шахин Мустафаев, выступая с речью, оценил проведение заседания в Шуше как знаменательное событие. По его словам, собрание ученого совета позволит провести обмен мнениями по вопросам укрепления научного сотрудничества. Был представлен отчет о деятельности Тюркской академии. Затем были обсуждены вопросы, стоящие в повестке заседания. Эльвин Абдулаев, Эльнур Гаджиев, Парид Лачинов, Си-Би-Си. Армянская оппозиция пытается совершить покушение на премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом заявили в правящей партии гражданский договор. Парламентарии призвали движение армянских реваншистов во главе с Багратом Голстаняном прекратить преследование официальных лиц. Вместе с тем демонстранты анонсировали еще один масштабный антиправительственный митинг. Протестное движение армянских реваншистов перекочевало из Еревана в Гюмри. Со вчерашнего дня в город стянуты крупные силы полиции. В этот раз лидер демонстрантов Баграт Голстанян решил заполнить заметно опустевшие ряды митингующих детьми. Горисвященник призвал родителей привезти своих отпрысков на городскую площадь, где пообещал устроить для них специальное мероприятие по случаю Международного дня защиты детей. На площади Гюмри состоится мероприятие. Прошу всех принять активное участие. На сцене будут выступать дети. Затем на том же месте состоится большой митинг. Вчера реваншисты провели акцию перед зданиями ряда госструктур в Ереване. Митингующие пытались вломиться в Министерстве иностранных дел Армении. Священник-реваншист Баграт Голстанян требовал личной встречи с главой внешнеполитического ведомства Араратом Мирзаяном. Но тот говорить с бунтующим экс-служителем церкви отказался. В ходе столкновений между правоохранительными органами протестующими реваншистами были задержаны около 30 человек. Как можно сомневаться в легитимности действующих властей? Сегодня главная цель оппозиционеров – вернуться к власти, используя этого Баграта. Законные методы выборов их не интересуют. Они прекрасно понимают, что не могут добиться своих грязных целей, соблюдая закон. Голстанян говорит, что он и его сторонники не собираются нагнетать обстановку в стране, настраивать армян друг против друга. Но тогда возникает вопрос – а чем они занимаются? Они пытаются спровоцировать гражданскую войну. Их не волнует ни Армения, ни Карабах. Они просто жаждут вернуться к власти. Зачем Мирзаяну встречаться с митингующими? Мы все прекрасно помним, как его избили во время акции в 2020 году. Затем они проникли в резиденцию Пашиняна и хотели убить его. Не получилось тогда, не получится и сейчас. Меня интересует один вопрос – участвует ли армянская апостольская церковь в этом движении? Некоторые священнослужители заявляют, что нет. А сам католикос Горигин понимает ли, каким бедом могут привести эти беспорядки? Сегодня по вине Голстаняна многие не хотят посещать церковь. Он должен был читать молитвы, а не выступать с угрозами на митингах. Горигин II не должен молчать. Ему пора высказаться. Его репутация также находится под вопросом. Недовольные арестом своих соратников, реваншисты устроили еще один митинг у здания Следственного комитета Армении. Они потребовали отпустить задержанных в ходе предыдущей акции у Министерства иностранных дел республики. Действия полиции назвали неприемлемыми и во всеармянском совете дипломатов. Тем временем в правящей партии призвали реваншистов прекратить беспорядки на улицах Еревана и других городов. С каких пор дипломаты поддерживают уличную борьбу? Это однозначно не способствует развитию страны. Это может негативно отразиться и на урегулировании отношений с Азербайджаном. Баграт утверждает, что у него проходят мирные акции. Но мы видим, как он настраивает людей на агрессию, оскорбляет политиков, называет их убийцами и террористами. Они хотят захватить власть силой. Всем известно, что за этим движением стоят те люди, которые долгие годы грабили и уничтожали Армению. То есть Роберт Кочарян и Серж Саргстян. Эти люди надеются, что с помощью Галстаняна и карабахских армян они вновь придут к власти. Но мы не должны стать жертвой обмана карабахского клана во второй раз. Галстанян часто заявляет, что Никол Пашинян боится встречи с ним. Это же смешно. Пускай прекратят угрозы в адрес тех, кто не желает поддерживать их бредовые идеи. Протесты с требованием отставки Никола Пашиняна проходят в Армении уже несколько недель. Демонстранты выступают против нынешней делимитации армяно-азербайджанской границы. Активисты провозгласили скандального архиепископа Баграта Галстаняна кандидатом премьер-министра. Но вскоре выяснилось, что священник имеет также гражданство Канады и не может быть избран в качестве главы государства. Ранее лидер протестного движения Гори Священник заявил, что уже имеет четкие планы по созданию переходного правительства в случае свержения премьера. Его публично поддержали бывшие лидеры страны Серж Саргсян и Роберт Кочарян. С 6 по 9 июня пройдут очередные выборы в Европарламент. В 27 странах выберут 720 депутатов. По прогнозам экспертов, будущие выборы значительно изменят расстановку сил в главном политическом органе Европы. Приближаются выборы в Европарламент, которые традиционно проводятся каждые пять лет. В этом году избираться будут восемь фракций, каждая из которых состоит минимум из 23 депутатов, не менее чем из четырех стран ЕС. Нынешние выборы в Европейский парламент станут первыми после Brexit. После выхода Великобритании из ЕС численность Европейского парламента сократилась до 705 мест. В этом году ожидаются большие перемены в распределении кресел в Европарламенте. Европейские эксперты прогнозируют, что среди правых партий французская партия идентичности и демократии ослабнет, а партия европейских консерваторов и реформистов усилится. Что же касается левого крыла, то эксперты затрудняются что-либо прогнозировать. Греческая партия народное единство уверенно движется к центру. Другие левые партии имеют более шаткое положение. Это связано с поддержкой этими партиями России, а также создание коалиции с правоцентристскими партиями. Но одно можно сказать точно. Статус Макрона и Шольца после этих выборов уже не будет прежним. Макрон поехал в Берлин, чтобы продемонстрировать традиционно европейское франко-немецкое единство. Но в действительности и Эммануэля Макрон, и Олаф Шолд, лидер Германии, выглядят политически ослабленными и на внутреннем, и на европейском фронте. И многие считают их неспособными внушить доверие к общему ведению Европы. Обоим грозит, так выглядит, что обоим грозит поражение от крайне правых партий в канун июнских европейских выборов. Особое внимание на июнских выборах будет уделено избранию председателя Еврокомиссии. С 2019 года этот пост занимает Урсула фон Берляйн. В конце мая в Брюсселе прошли дебаты кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Четверо на одного – так написали СМИ про это событие. Кроме Урсула фон Берляйн на сцене выступили Вальтер Байер, Сандру Гози, Терри Рейнетке и Николас Шмидт. Они обсудили несколько важных вопросов, таких как оборона, миграция, климат, инновации и экономика. Но сошлись в одном – критики в адрес фон Берляйн. Также похоже, что консервативные партии, такие как правоцентристская европейская народная партия, которая является европейской партией, и другие правые партии получат большинство на этих выборах. В то же время это также означает, что новым главой Европейской комиссии тоже, скорее всего, станет консерватор. Выборы в Европарламент считаются крупнейшим транснациональным голосованием в мире. Но фактически, каждая из 27 стран объединения организовывает свои собственные выборы. В Нидерландах голосование назначено на 6 июня, в Ирландии – на 7 июня. А граждане Латвии, Мальты и Словакии проголосуют 8 июня, а остальные страны – 9, в так называемое Большое Воскресенье. Экзит пола обнародует в воскресенье вечером. Результаты выборов станут известны после 23.00 по брюссельскому времени, когда участки во всех странах-членах ЕС закроются. Эллада Мамедова, CBC. Всплыла еще одна интересная подробность из прошлого лидера протестного движения в Армении, Баграта Галстаняна. Как выяснилось, священник обманул армян Канады почти на 12 миллионов долларов. Сумма предназначалась для строительства церкви, но духовник убежал с деньгами из страны после закладки фундамента. Присвоил деньги, предназначенные для строительства церкви. В Армении разгорается новый скандал вокруг священника Баграта Галстаняна. В этот раз лидера протестного движения реваншистов обвиняют в воровстве. Жертвами святого мошенника стали армяне, проживающие в Канаде. Галстанян почти 10 лет возглавлял канадскую епархию Армянской апостольской церкви. Как выяснилось, он сколотил там себе целое состояние. Представитель армянского духовенства собрал у соотечественников деньги на строительство церкви, но вскоре убежал из страны семизначной суммой в долларах. Мы собственными руками уничтожаем нашу страну. Впрочем, занимаемся этим далеко не в первый раз. Все преследуют свои материальные цели, воруют деньги под видом благодетелей. Я получил письмо от влиятельного армянина из Канады. Его зовут Арага Дакчан. Он написал о сомнительной деятельности того самого священника Баграта в Канаде. Как выяснилось, будучи в этой стране, архиепископ предложил местным армянам построить там церковь. Члены общины приняли решение выделить на строительство более 4,5 миллиона долларов. Но Баграт настоял на большей сумме. Ему удалось выпросить около 12 миллионов долларов. Был приобретен земельный участок под церковь. Даже заложили фундамент. Но вскоре Баграт исчез. Он убежал из Канады вместе с деньгами. И такой человек хочет возглавить страну? Армяне Канады утверждают, что скандальный священник присваивал пожертвования прихожан и тратил их на развлечения. Об этом говорят и разлетевшиеся в соцсетях фотографии Галстаняна с различных вечеринок в Канаде. К слову, сам священнослужитель не видит в этом ничего плохого. В интервью армянским журналистам он заявил, что может показать еще сотни таких фотографий. По его словам, корпоративы везде проходят одинаково. Канадские армяне, как говорится, передают привет Баграту Зарбасану. Его предупредили. Если посмеет еще раз явиться в страну, ему точно не поздоровится. Община не забыла совершенное им воровство. Пусть вспомнит, как в истории наказывали за присвоение чужого. Неудивительно, что Баграта вечно сопровождают представители бывших властей в Армении. Они же сами грабили армянский народ. Вина наша. Мы терпим такое отношение к себе. Это горе армянского народа. Вызывают смех также заявление Баграта о приостановке своей церковной деятельности. Видите ли, заморозил он службу. У нас было много замороженных дошнаков. Теперь и священник замороженный появился. Из Канады священник вернулся не только с деньгами, но и с гражданством. За служение в этой стране он получил канадский паспорт. Только сейчас двойное гражданство ему не на руку. Голстанян метит в кресло премьер-министра Армении. А согласно Конституции, кандидатом на пост главы государства может быть только гражданин Республики Армения в течение последних четырех лет. Горе священник ради власти уже заявил о готовности отказаться от канадского паспорта. Правительство Венгрии хочет помешать Европе вступить в войну с Россией и знает, как это сделать. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на митинге после Марша мира в поддержку политики правительства страны, направленной против эскалации конфликта в Украине. Орбан подчеркнул, что Венгрия должна помешать Европе вступить в войну, которая приведет ее к собственной гибели. По его словам, необходимо не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, ведущих к расширению конфликта, и проголосовать на предстоящих выборах в Европарламент за партии, которые выступают за мир, а не за войну. Он также назвал абсолютно нереалистичными планы победить Россию с помощью западных технологий. «Европа на свою погибель несется в сторону войны, в поезде, у которого отказали тормоза, а машинист сошел с ума, и этому надо помешать. На выборах в Европарламент мы постараемся остановить этот поезд. Мы должны нажать на экстренный тормоз, чтобы, по крайней мере, те, кто захочет, могли сойти и остаться в стороне от войны». Виктор Орбан подтвердил, что несмотря на давление из Брюсселя и Вашингтона, Венгрия не допустит, чтобы ее втягивали в украинский конфликт и заставляли направлять своих солдат для участия в миссии НАТО в соседней стране. «Мы не хотим проливать венгерскую кровь за Украину, мы не хотим воевать», заявил премьер. По его словам, Венгрия должна оставаться островом спокойствия и стабильности в центре Европы. Ранее сегодня в Будапеште прошел марш мира против эскалации конфликта в Украине, в котором приняли участие десятки тысяч человек. Участники акции выступили против вовлечения Венгрии в конфликт, а также против оказания военной помощи Киеву. Командование КНДР продолжает демонстрацию серьезных намерений в отношении своих противников. Армия Северной Кореи показала одновременный пуск множества баллистических ракет малой дальности. Для этого были выстроены в шеренгу несколько универсальных пусковых установок. Сам пуск 18-ти ракет выглядит эффектно и, конечно, не может не впечатлить. При организации посольства США в Азербайджане и Американского совета по международному образованию для средних школ и университетов прошла выставка, где были представлены 35 известных учебных заведений США. Мероприятие было организовано с целью привлечения абитуриентов к учебе в вузах в Соединенных Штатах. На выставке желающие ознакомились с деталями о подаче заявок для поступления в американские университеты и возможностью получения стипендии. Посетителям выставки также была предоставлена подробная информация о получении учебной визы в США. США – одна из первых стран, выбираемых азербайджанцами для получения высшего образования. Мы поддерживаем всех, кто приезжает учиться в нашу страну. Наши вузы также предлагают лучшие программы в сферах журналистики, права, администрирования и других областях. Мы рекомендуем университеты США всем, кто хочет обучаться по этим специальностям. По сравнению с другими странами, США имеют лучшие преимущества в сфере образования. Более 5000 вузов находятся во всех больших и маленьких городах Соединенных Штатов. В последнее время число азербайджанцев, обучающихся в США, значительно возросло. Так, в 2022-2023 учебном году в ведущих американских университетах обучалось свыше 900 студентов из Азербайджана, что на 25% больше предыдущего показателя. Также все больше азербайджанских студентов привлекаются во многие программы посольства США в Баку по образовательному обмену. Они активно участвуют в дискуссиях по различным темам и проблемам на английском языке. Я получила необыкновенный опыт, когда училась в американском университете. Я всегда могла находить любой университетский материал и информацию о своем учебном заведении в интернете. Американское образование отличается от азербайджанского тем, что в США уделяется большое внимание практике. Ведь сочетание теории и практики позволит быстрее овладеть профессией. Так я занимаюсь педагогической деятельностью, смогла изучить основы преподавания и культурного разнообразия. На данный момент я работаю в школе в городе Заготала. В государственном историко-этнографическом заповеднике Галам состоялся этнофест, отражающий культурное наследие азербайджанского народа. Посетителям был представлен калейдоскоп интерактивных мероприятий, включающих в себя выставки, мастер-классы и различные конкурсы. Этнофестиваль – это не просто мероприятие. Это настоящее путешествие в мир красок и звуков народных традиций. Именно эта атмосфера была сегодня в историко-этнографическом заповеднике Гала. Во время фестиваля зрители смогли погрузиться в удивительный мир древних традиций азербайджанского народа. Насыщенная программа фестиваля включала в себя выставки, самые разнообразные мастер-классы по гончарному делу, ковроткачеству, живописи и многим другим старинным ремеслам. Для самых маленьких же участников были организованы детские игры, фейс-арт, а более творческие дети приняли участие в интерактивной программе «Создай свою картину». Сегодня мы находимся в заповеднике Гала, который входит в состав историко-архитектурного заповедника Ичари-Шахер. 31 мая, 2 июня здесь будет проводиться фестиваль Гала-этнофестиваль. И на территории очень много развлекательных программ, мероприятий, которые подготовлены именно для детей, потому что соответствуют такому дню, который посвящен нашим маленьким детям. Сегодня их праздник, как вы знаете. В рамках мероприятия состоялось открытие этно-рынка Гала, устроенного в стиле восточного караван-сарая. А также была представлена выставка Гала в исторических фотографиях. На открытии присутствовали ведущие деятели Азербайджана, народный художник Ариф Гусейнов, депутаты парламента Азербайджана Фазиль Мустафа, Султан Мамедов, а также глава исполнительной власти Хазарского района Ильшан Салахов. Очень важно, чтобы таких мест было как много больше для продвижения наших культурных ценностей. Управление историко-архитектурного заповедника Ичари-Шахер помогает развитию туризма в Азербайджане. Очень отрадно отметить, что вот такие мероприятия, которые организует наше правительство, и сейчас особенности Чари-Шахер, это еще раз показывает то, что люди, которые живут здесь, они ценят свою культуру. И приятно, что здесь сегодня, вот, я также приехал сюда, пришел сюда с семьей, и имеется разные виды искусств в Азербайджанской институте, которые здесь показывают мастер-классы. Естественно, люди работают, естественно, люди продают свои продукты, но в то же время они показывают, что вот эта культура все еще живет. И я думаю, что во всех поселках, во всех регионах, во всех районах Азербайджана надо организовать такие центры, которые будут пропагандировать нашу культуру. Таким образом, подобные мероприятия играют не только развлекательную роль, но и образовательную, помогая людям всех возрастов. Лучше узнать азербайджанскую культуру, историю и народные традиции, что способствует сохранению этнической идентичности страны. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на CBC. Всего доброго и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok